Смотрите, мы с вами будем до сих пор яйца против курицы, а пчёлы против мёда. Смотрите сюда, сейчас вы поймете, что нам двигаться будет крайне трудно. Подскажите, что за напасть? В прошлой осени на яблоне появились оранжевые высыпания посередине коры. В некоторых местах кора высыхает и трескается. Эта высыпает такая же напасть, постигла и вишня. Можно ли это вылечить или нужно полностью исследовать, как и безопасить молодые и незаболевшие древья. И вот перед вами канал, где больше миллиона подписчиков. Внимание! Дама присылает три фотографии. Вот эту. Ну, тут понятно, это самое. Это вишня, да? Их, в принципе, так и уничтожали. Сейчас поймете, поймете, о чём речь идёт. Вот это вот, я понимаю так, что... А, да, это вишня, вишня, вижу пока я. Вот. Это нормальное состояние по всей России. Вначале уничтожает собаковой ветки, порыживается. А потом никто не может догадаться, что вот это вот уже потом. Человек присылает обвинение в собственный адрес. Она искоречила и уничтожила вишню. И это по всей России. Но я вам сейчас такой снимок покажу. Ахните. И вот она присылает ещё один снимок. И сейчас я вам покажу наш уровень. Вот. За стульем возьмитесь покрепче. Итак, сразу скажу, чтобы понятнее было. Причина этой страшной не болезни, а калечения. Вот. Ну, как всё будет чувствовать, если вам руку отпилить, допустим, да? Вытечившись здоровым, ходить в кино, значит, пилить дрова, вторая рука-то ещё целая. Вот. Нет. И здесь то же самое. Вот это вот, что вы видите. Да. Это рак, который имеет народное название. Ну, Павел Срачевичем наука. Огневица. К чёрному раку он имеет ни малейшего отношения. Просто каждый вид грибов, это гриб, имеет своё название. Цитировать не буду, потому что всё равно не запомню. Я не запомню, вы не запомните. Итак, человек искалечил дерево. Обычно делало морозы. Да? Вот. Сейчас то, что вы увидите, это за пределами понимания, потому что это вся страна. Смотрите, что там, и сейчас расскажу, что должен быть дать любой, кто хоть маленько разбирается. Первое. Не спасёте, отрезайте его тут. Вы же видите, ниже есть ветка. Так. Вот ветка пошла туда. Отрежьте аккуратно так, чтобы хоть что-то, хоть что-то бы осталось. Вот. И объясните человеку, не смейте вы резать ветки. Зачем вы её отрезать? Зачем вы искалечили дерево? Вы, и теперь спасение только в этом. Надо любой из вас, специалист, должен объяснить. Вот здесь отрезать, в надежде спасти хотя бы низ. И чтобы дальше этого не делать, и что это огневица, и что она жрёт только мёртвую ткань. И никакое это не заболевание. А теперь идём дальше. Ой, я несколько стёр, совсем уже глупо. Это рак яблони, и он присущ привитым яблоням. Это что? И всё? Что ты, ну, знаешь? Вырезайте всё, сжигайте. Сегодня показали Хакасию. Несколько десятков километров горела тайга в нескольких местах. А, горел этот, не тайга. В одном месте тайга и в десятки мест трава. Причём уже так горело. Вот. Там уже были тысячи спасателей. Потому что, если бы не остановили, всё подходило к посёлкам. Какое к чёрту сжигать? Ведь это надо считать за, как, за провокацию, за преступление. Вы понимаете? Вот сейчас именно вырезать, 30 марта, видите, написано. Вот. Сейчас надо... Что угодно делайте. Но, сейчас я вам ещё одно скажу. Если вы возьмёте, это мои наблюдения. Возьмите скребок. Подставьте что-нибудь, тряпку там, что-то, посудину. Соскребите всё это аккуратно, аккуратно, все эти грибы. Так? А потом подойдите к здоровому дереву и вот так вот вышибьте на него. Прямо на крону всё. Что всё это где на кроне, где под крону, где упало на землю. Всё вот это вот и на здоровое дерево. И если вы на том здоровом дереве не отрежете ветки, ни одна грибовинка вот из этих... Это споры. Там внутри споры. Вот то, что вы видите. То есть вот эти вот крапинки, как это... Они раскроются, а туда высыпятся споры. И ничего не случится. Засыпьте миллионом споров. Это здоровые яблони. Вот приедите ко мне. Я вам всё места даю для эксперимента. И обсыпайте миллион, соберите с десятков сотен деревьев. Проведите один, Елена Александровна, один эксперимент. На всё остальное всё жить. И хватит уже считать. Не колесе дерева. И этого ничего не будет. Итак, поехали. Похоже на цитоспорус. Как я слова знаю, это вы представляете. Опять вырезать. Утилизм, чтобы сад не... Да не заразишь ты, здоровый сад-то. Вот. Единственное, что умное слово здесь, неправильная обрезка. А лучше бы написала. Не делать обрезку. Вот. Яблоки нальются и станут чёрными. Листья почернеют. А почему нет? После того страшного рада. Чёрный рад. Ну, это хоть... Дальдоники, что ли? Чёрный рад. Цитирую. Это... Как ещё он считает? Внешний вид его. Похож на сажу. Возьмите в руки. И вот он осажен на пальцы. Дерево со слабым иммунитетом. Ладно. Молодец. Правильно. Цепляет болячки. Ну, скажи ты ещё добавь одно слово. Что автор... Этот... Хозяин дерева искалечил его. То есть... И вот этот... Ну, что толку? Ну, это сам факт. Что ослаблено. Цепляет болячки. Чем ты помогла человеку-то? Он на следующий год опять на другом дереве таких границ делает. Точно чёрный рак. Чёрный рак лечится. Нужно развести. Вот вы вот это вылечите. Вот зачем она или кто это? Марина. Развела, опрыскала. Вот это вылечишь? Оно всё мёртвое. Это всё мёртвое. Полностью. Ослепло. И вот я не могу. Они всегда вот так вот. Обязательно надо развести опрыскать. Медыку... О, и как он поможет. Вот кисточкой. Вот кисточкой точно бы он вылечил. Ну, ладно. Я сейчас это... Хомо, хорус. Вот. Ой, какие у нас грамотные. Суродин, ты помог человеку вот после этого? Какая хрена проферакция? Дерево погибает. И, наконец, ещё не всё. Это не мой канал. Смотрите дальше. Спиливайте дерево с ветками, сжигайте. Опять сжигайте. Ну, по крайней мере, ладно. Только сжигать нельзя. Опасно. Надо по-другому куда-то складировать их. И это не всё. Не слушайте Сергея Кутенкова. Чем он вас сделал? Всё, у вас получится вылечите. Ой, господи. Елена. Ты думаешь, что ты... Для чего всё это? Романькова несёт бред сивой кобыл. Она уже давно с ума выжила. Это про меня и моего брата тоже, что мы с ума выжили. Это те же самые песни. И вот, наконец, Наталья Медведева. А это, как сказать, лидер, выпускница этими развити, кандидат наук. Как она это самое? Ответила Сергею. Если высеять семена, то есть уже кто-то больше написал. Дерево, как это, скирлик, выращивайте, садите семенцы, выращивайте. Помните было? Выше. Так вот она отвечает. Выросли дички. И вот эта вот Наталья Медведева, её невозможно исправить. Они на пару тогда с Исаковой, значит, опустили нас с братом. Ещё не знали, на кого нарвались. Вот. То есть, а так же. У железа вашего брата вырастут дички и жердели. Ни малейшего понятия. Уже сотни фотографий, уже сотни садов растёт. Ни одно дичка. Да что же это такое? Я говорю, девчата, вот вам по сотне кусты, по 200. Ну вырастите вы, посмотрите. Ну перестаньте людям. Вы же у людей охоту отбиваете. Нет, идут годы. Вырастут дички. Ну ты подумала, что такое дички. Значит, вот смотрите. Жила-была, как бы чтобы до этой, до Натальи дошло. Жила-была, Татьяна Александровна нога, или нога, я вот до сих пор не знаю, где ударение ставить. Она вырастила 7 сортов из семян. Шикарнейшие яблоки. Вкуснее не бывает. Мы это проходили. Прошли годы. Я про нее и печатал в газетах. Вот. Наука. Забирайте у нее. Выкупайте. Она сама хотела, чтобы ее выкупали. Вот. Царство ей небесное. Какой хрен дичок в это? Как вас сюда загнать-то? Не вот сюда, это канал, вот это с канала. Вот сюда, на этот канал. Как загнать-то? Ни одного дичка, ни одного полукультуры. Все роскошные. У меня отдельное. Но я не могу повторять бесконечно. Я взял только. Эти фотографии продлили жизнь на многие годы. Не фотографии, а плоды, которые на фотографиях. Ну, че ты? Узнала про это 90 лет назад, как цитировали вы с этой, самое, с Ольгой, выпускницей, как цитировали, так до сих пор ничего нового не узнали. Ну, тогда зачем соваться, где не понимаешь? Уже было продолжение вот этой истории. Человек взял и это, все-таки, хоть какой-то среагировал, нашел Ольгу, дочку покойной Татьяны, вот, разобыл семена, и семян вырастил. И запретил мне фотографии показывать. А она говорит, ну, рано-рано. Ну, сам факт, что вы совершенно не правы, вы не владеете ситуацией. Наталья, откажитесь вы от этих херни. Пожалуйста. Ведь вы какой вред нанесли мне? А? У меня шикарное образование, я выпускниц этим языком. А ваш брат железов металлург. А я до сих пор успокоиться не могу. Я что, такой тупой, лучший изобретатель города Новийска. Это что? А мне отупость дали? Орден славы отупость дали? Настоящий орден? Ну, не знаешь ты ничего. Ни нас не знаешь. И брата моего тоже оскорбляли. То есть, это хоть же выпускник сельхозвуза. Ну, как для смеха. Ну, узнайте, с кем дело имеешь-то. Не надо пакости-то. И вот что получается? Подводим меток. Поняли, что? А нам выпускница теми развитики. Значит, ты сказала, что в путниях? Ну-ка. Ты сказала, что можно тут ответить? сказала, что причина в этой грани? Вы зацепились с этой сольгой тисаковой? Резать, резать, резать. Больное дерево, сейчас обрежем сейчас ее, сделаем чашу. Солнце будет проникать, оно выздоровеет. Помогла ты человеку? это еще не все, я несколько таких пустых за это, все, просто пустых, ни о чем. Но вы помогли человеку. вот настоящие специалисты. Это все за пределами науки. Сейчас я, к сожалению, буду вынужден, час прошел уже, я практически вам не буду рассказывать, что такое опять направление селекции, я даже боюсь рассказываю. Три из них мои железовские. А где вообще принятые? Ну, на всякий случай скажу, я сана. У нас столько дыр, вот, я открывал этот самый, сайт именинской академии, выращиваются чедра. Вы проедете транспорт от Тихого океана и до Москвы. Везде хвойные деревья, везде, ну, есть небольшие проплешины, это западная Сибирь, там болотистая местность, прочее, прочее. А все сплошные, зачем вы, говорите, ягодь девайти, хвойниками занимайтесь, накормите людей. Кто на стране занимается шелковицы, ну-ка, вот она растет где-то. Я сам не знаю, где она вот эта растет. И вот я, 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 я так хотел вам рассказать все пять направлений, как, ну, у меня уже, у меня уже есть исходники, у меня уже в Сибири, уже, я это прошел, вот, от меня вернулся ворал, Алексей, Алексей, его умница, двести девять, науки, жизни, это я за него горд, как, не знаю, какую-то, но вы пишите две статьи на 50-го, а укоренение шелковицы, представляете? Ну, ну и что там наврали, много, а он с, это, с Латинковой, с Галлией вырастет, или вырастет, сто две, на всю страну, кто этим будет заниматься? неужели это так сложно, я вам пять минут бы, наверное, сейчас сэкономлю эти пять минут, грецкий орех, я специально выбираю, знаете, где? Я выбираю дикарей, да, видите ли? все, вот, писали-то, это самое, растет, раз, рос, это, возле дома моего деда с бабой, родных моих, дедушки и бабушки, Чеснанская область, Береславский район, деревня Змеевка, Шелковица, здоровенное дерево, крупнее никогда не видел, вот, смотрите, два фаланга пальца, вот такие вот плоды, урожай настолько сумасшедший, что куры, утки, гуси и я, неричанин, сколько дней я жрал непрерывно, ну, а витаминоз я приехал-то с Неричка, можно я двинуть на север? Ту, бы, сейчас я, наверное, нет, потому что уже, уже сколько лет прошло, ну, приводил кое-что оттуда, но, шелковица не привез, ой-ой-ой, ну, ведь это же легко отправить в дальнее плавание, на 100 километров, на 1000 продвинуть на север, ну, 5 направлений, ничего сложного нет, еще проще, чем то, чем самое первое, которым наука занимается, вот, и быстрее, раз 5, грецкий орех, уже было, отошел, добрало, показывал вам орехи, показывал вам письмо, показывал вам результаты того, что у человека неукрытое здоровенное дерево грецкого ореха, и оно уже настолько севернее и холоднее, чем его места произрастания, ну, я сказал, что на данный момент, если я знаю, все, где-то еще может есть, вот, но это на тот момент, наверное, самый северный грецкий орех в мире, самый разный в мире, плодоначащийся, но приедьте к этому человеку, заберите у него эти самые плоды, начинаете, ведь не привитое же, все с плодов начиналось, срезка начиналась, культурнейшее же дерево, тишина, думаю, ну, сейчас мне позвонят, теме, это сколько денег, где, Валерий Холстинович, где, 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 где на Урале, где, сейчас вот у меня, осталось где-то в этих, Юрий Владимирович, я даже сейчас не скажу, на каком этом, вебинаре, 10 вебинаров назад, 20 назад, я про это рассказывал, там была и фамилия, и адрес, по-моему, был, ну, никому ни хрена не надо, Илья Насалу, собирай команду, завтра тебе позвонят в Москву, скажут, ну, сколько можно-то самыми важными делами не заниматься, когда-то это самое, была такая, юмористка, Державин, и кто второй, вот это наша пара сладкая, Державин, и вот, и вот там он играл роль, человека, который не выступал, не снимался, это что за наука такая, почему никто еще не делает, у нас все плодопитомники штук 200 торгуют нектарином, покажите мне сад нектариновый, а? но если всерьез все-таки, чтобы это, ясно, что все погибает, потому что все это произнос юга, а я специально, знаметь, я вообще фотограф подбирал, видите, дикаль, не дикаль, но я специально выбирал такие фотографии, но вы понимаете, что и ухода никакого нет, можно продвинуть на север, там на юге, он вот так вот будет расти, и непривитый будет, а мы его премьем, 3-4 поколения, за 5-8 лет, а, темрязевка, и там у вас будет отдельно сад этот, нектариновый, или персиков, нектариновый, отдельный сад, 100-200-300 деревьев, и там не одна нобелевская премия, там их 5-10 можно сделать, причем одновременно, почему нашим ученым не нужна она, я понять не могу, это же так просто, двинуть-то на север, запоминайте, наслоение ментора, найдете в интернете, я уже столько раз рассказывал, черешня, вот я специально выбрал черешню, как раз из тех, что нет, они не в ухоженном саду, где все перекопано, я железо выросло, дикой черешни, мелкая, но абсолютно сладкая, мы ее ели горстями, целыми днями, мы не сладили с дерева, каждый год, мне было 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9, 10, и я 11, и я все ел, 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 и это дерево, которое росло, я адрес скажу, конечно, он там уже, прошло 60 или сколько лет, мне сейчас 74 скоро, отнимите 6, 68 лет назад, я залез впервые на это дерево, вот, на такое, на такое, вот, вы понимаете, что оно, никто за ним не ухаживал, у него было определенное, этот самый, как сказать, иммунитет, начиналась у нас зима, я говорю, у меня есть особое свойство, памяти нет ни хрена, но что запомнил, то запомнил, ученица сказала, что зима начинается 1 декабря, а заканчивается 1, нет, ну там, 1 марта, вот, засыпаю, вот, жду 1 декабря, накануне, заснул, думаю, ну что, утром зима придет, просыпаюсь, полметра снега, надо же, правда, и никаких оттепель, и все 3 месяца была прекрасная зимняя погода, и вот эти череши, которые ничего не болели, не умирали, и не замерзали, да мне сейчас, дай вот эту черешу, мне, привези черенки, через 5-8 лет она будет уже расти в сотнях садах, ну кто-то это должен делать-то, ну не поеду я уже на Украину искать это дерево, ведь, это был военный городок, Челожевтнебо, возле Владимира Волынска, Волынская область, аэродром, там мой отец военный служил, это самое, военным техникум на самолетах, это все реально настолько, что, ну почему этим-то, эти девчата, которые хозяйничают Брянском институте, они же любое дерево считают неправильным, я уже критиковал, критиковал, но разве можно начинать с того, что из 8 веток 5 отрезать на это концу, и сказать, что они не нужны, а заодно отрезать еще десятки веток плодовых, не положено, пустое место между ярусами, изувечий так, а потом, ой, на север не идут, ой, не идут, Елена Александровна, засучивая рукава, я диковинский у нас тоже, черт, я узнал, что у меня выросло, прививаешь одно, растает другое, видели, вот, но если хотя бы прививка так показала, а это на дереве, на это, на абрикосе, ярко-красный был, назывался, и сейчас называется, дар небес выросло, вот это чудо, и смотрит оно, как раз, 2 метра от него, всекатолинские, но явно, это, согрешили, но это же получился, сразу новый сорт, кому он нужен, вот, а вот это, мне мыслях не было, что увеличивать размеры, вот, нет, они сами увеличатся, вначале делал чисто механически, а ткнул, забыл, ткнул, забыл, и когда они, скажем, поколением начали увеличивать свою массу, тогда на меня дошло, да, все, что мы имели, а это было, не то, что загублено, просто попав в Россию, было так, да, пыляли, с кисточкой, да, самое жуткое, занимались кастрацией, вот у меня сад, допустим, смешанный, он не весь такой, он не будет всегда таким, и косточки, которые я продаю, сотнями, хорошо бы тысячами, они не дадут мне никогда, а вы дайте гарантию, чтобы такие вот, а я кухниж показываю, вместо гарантии, молите Бога, чтобы Менделеу это был прав, тогда хотя бы каждый четвертый будет, такой, а учитывая, что чем крупнее, ожидается, тем меньше морозостойкость, сотню привил, и уже увидел, везде листья разные, ага, один папа, один маму, а третий, соседа, и тогда получились, какой Мендель, чертовать вы, но крупные, более крупные, а значит более культурные, шансов выложить больше, в свое время, я от 200 шелковиц вырастил, осталось 10, когда вымерзали, 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 осталось 10, теплоотношение довел 5, и все были размером, посмотрите, ногти на мизинце, сколько лет у хлопал пустою, это потом я научился укоренять, сам себя научил, взял, себя научил, вечером засыпал, не знал, утром проснулся, и пошел это, укоренять, вот это направление селекции, называется клоновая селекция, я сейчас что-то новое придумал, но вот здесь вот, извините, вот здесь вот, как раз без нее никуда не денешься, там, где яблони, это величайшая глупость и преступление, а шелковица, единственный вариант, потому что попробуйте вырасти, в России, в Сибири, даже в среднем полосе, из семечка, все, что культурное, шелковица, замерзет, а не культурное, она что-то, она нужна, везде нужен свой подход, и вот тогда будет вот это, а эти чудеса почему, не из косточки же вырастил, привил 40 грамм, в следующем поколении, 60 грамм, еще поколение, 80 грамм, полностью изменилась, окраска полностью изменилась, эта самая форма, вес нарастал до 120 грамм, а дальше кто будет этим заниматься, ну, несколько сюрпризов, уже не когда свести будет, а когда плоды будут, я вам еще покажу, сенсации, вот все, вот, но сам принцип такой, можем, можем, приб bugün, «Академия»! — Подпишись, «Академия»! Продолжение следует...